Транспортная тема сегодня одна из самых злободневных для Ярославской мэрии. Это и состояние дорог, и парковки, и даже рекламные конструкции, которые также относятся к транспортной инфраструктуре. Во всем этом продолжим разговор в нашей студии. Гость телекомпании Игорь Блохин, заммэра Ярославля. Игорь Владиславович, я вас приветствую. Здравствуйте. А сколько я знаю, по парковкам уже на сегодняшний день есть какое-то решение принципиальное для Ярославской мэрии? Да, я могу с огромной степенью вероятности, практически со стопроцентной сказать, что парковочное платное пространство в Ярославле появится в этом году. Мы рассчитываем, что введение платного парковочного пространства станет существенным дополнительным источником пополнения бюджета. Эта сумма будет измеряться в десятках миллионов рублей. Вот такую же сумму ожидаете от законных рекламных конструкций. Они ведь тоже часть транспортной и городской инфраструктуры. И вот этому последние годы, по-моему, мэрия уделяет особое внимание. Много очень говорится об этом. На первом этапе мы навели порядок на рекламном пространстве, на рекламном рынке города Ярославля. И практически сегодня мы находимся в завершающей стадии по демонтажу незаконных рекламных конструкций. Параллельно с этим мы начали на аукционе продавать законные рекламные места, согласованные с муниципалитетом. Муниципалитет города Ярославля утвердил схему размещения законных рекламных конструкций. Их будет мало. То есть на сегодняшний день муниципалитет утвердил 332 рекламных места, вот крупные рекламы, вместо тех, которые были раньше, порядка двух тысяч. То есть рынок сокращается. Но зато сегодня любой предприниматель, который хочет либо участвовать в самом рекламном бизнесе, иметь то есть свое рекламное агентство, либо отрекламировать свою продукцию, свой бизнес, имеет возможность поучаствовать на открытом электронном аукционе и купить городское рекламное место за очень небольшие деньги. Мы уже, разыграв на аукционе 137 рекламных мест, получили в бюджет города Ярославля 29 миллионов рублей. Вот от реализации еще дополнительно 132 рекламных мест, которые мы начинаем расторговывать уже сейчас, поэтому я уж воспользуюсь вашей передачей и приглашаю поучаствовать всех предпринимателей, желающих заняться наружной рекламой или отрекламировать свое производство, свой бизнес, свои услуги на городском рекламном пространстве, принять участие в аукционах. Вот от продажи 132 мест, которые сейчас выставляются, мы планируем получить не менее 12 миллионов рублей. Это вот начальная стартовая цена. Игорь Александрович, последний вопрос. Но если можно очень коротко, в интернете массируются слухи о том, что планируется продажа дома работников народного образования. Вы эти слухи либо подтверждаете, либо опровергаете? Я хотел сделать официальное заявление. Мэрия города Ярославля не планирует продажу дома работников образования, бывшего дома купцов Донцовых. Это ложная информация. Я не знаю, с какой целью ее распространяют. Я заммэра по вопросам социально-экономического развития города Ярославля. Отвечаю за работу КУМИ. И в планах КУМИ, и в моих планах, нет планов продажи данного здания. Я благодарю вас за то, что ответили на мои вопросы и были сегодня в нашей эфирной студии. Напомню, моим собеседником был заммэра Ярославля. Игорь Блохин, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин